Их будни неразрывно связаны с опасностью и риском. Они олицетворяют справедливость и безопасность, обеспечивая спокойную жизнь нам и нашим близким. В эфире Дзержинского 102. Я ее ведущая, жена Степанян. Здравствуйте. Старопольские водители станут культурнее. В Дневномыске презентовали социальный проект Крашкурс. Решил отомстить. В Новоселецком районе мужчина отрезал от электричества жителей нескольких населенных пунктов. Что делать, чтобы спасти не только свое имущество, но и свою жизнь? Уроки самообороны от Игоря Рамхина. О том, что произошло в крае за прошедшую неделю, как всегда, в сводке криминальных новостей от моей коллеги, представителя краевого главка МВД Светланы Сухоруковой. Оперативные информации далее. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков пресечена деятельность Притона, организованного для потребления наркотических средств. Установлено, что ранее судимый житель краевого центра систематически предоставлял свою квартиру для изготовления и употребления наркотического средства опий. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого изъяты предметы и средства, используемые для изготовления и употребления запрещенных веществ. Молодой человек задержан и доставлен в городской отдел полиции, где дал признательные показания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Еще один наркопритон выявили полицейский в курортном городе Кисловодске. Средства для изготовления наркотиков были обнаружены в квартире местного жителя, которые он время от времени предоставлял гражданам для употребления наркотиков. Подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где молодой человек во всем сознался. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства для направления уголовного дела в суд. В Нефтекомском районе возбуждено уголовное дело в отношении жителя одного из соседних регионов по факту оскорбления сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. Автоинспекторами был остановлен автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. При составлении административного материала к сотрудникам полиции подошел пассажир транспортного средства и, оскорбляя полицейских, потребовал отпустить водителя. Все действия молодого человека были зафиксированы на камеру. Позже выяснилось, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей. Накануне в поселке Ясном Туркменского района состоялось торжественное мероприятие по присвоению среднеобщебразовательной школе имени Знаменского Николая. Знаменский Николай Николаевич – выпускник школы и сотрудник милиции, погибший при исполнении служебного долга, награжденный Орденом Мужества посмертно. В 2000 году на центральном автовокзале Краевого центра Николай Знаменский с напарником задержал двоих мужчин. При личном досмотре те открыли по правоохранителям огонь. Сотрудник милиции ценой своей жизни защитил мирных граждан, закрыв их от пуль преступников. В церемонии, посвященной присвоению школе имени Знаменского Николая, приняли участие руководство и сотрудники районного отдела полиции, полномочный представитель губернатора Ставропольского края, а также главы районной и сельской администрации. Мероприятие было открыто выступлением почетных гостей, которые высказали слова благодарности в адрес семьи погибшего. Завершилась церемония возложением цветов к мемориальной доске, также открытой в честь сотрудника милиции. Привить культуру вождения в Невиномыске презентовали социальный проект «Крашкурс». Рассказывать молодежи о взаимоуважении на дорогах госавтоинспекции решила, опираясь на печальные примеры. Так студентам гуманитарно-технического института в деталях продемонстрировали страшную аварию, которая произошла в августе прошлого года на трассе в Кочубейском районе. О ДТП и его последствиях рассказывали сотрудники госавтоинспекции, МЧС и близкие погибших. Напомним, в результате аварии тогда скончались 9 человек. Виновником ДТП стал 23-летний водитель. Он выехал на встречную. Как выяснилось позже, молодой человек неоднократно нарушал ПДД и был лишен прав, а в момент аварии был пьян. Самое страшное было видеть родителей, родственников, которые их никак не могли успокоиться, как бы мы их не успокаивали. В горе не было никакого размера. Позже я узнал, что 5 молодых человек ехали со стороны Черкеска в сторону города Краснодара на море. Один из этих молодых людей, который находился за рулем, грубо нарушал правила дорожного движения. Он ехал со скоростью 170 километров. Жажда мести. На Васильевском районе мужчина отрезал от электричества жителей сразу двух населенных пунктов. Причиной возмездия стала обида на коммунальщиков. Так что же заставило мужчину пойти на отчаянный шаг, выяснял наш корреспондент. Средь бела дня в селе Чернолесском на территорию электроподстанции проник мужчина. Рискуя собственной жизнью, он пробрался между распределителями, залез на трансформатор и стал крушить оборудование. Избежать гибели вандала удалось только из автоматической системы отключения. В этот момент электричества лишились и тысячи жителей сразу двух сел Чернолесского и Томузловского. Свет отключился в четвертом часу. Мы подумали, мало ли тут на линии что творится. Прождали до шестого часа, свет загорелся. На улице в тот день 17 февраля было около 15 градусов мороза. Наравне с частными домами и квартирами обесточенными оказались и соцобъекты. Сам по себе ущерб на восстановление, скажем, поврежденного оборудования не очень значительный. Порядка нескольких тысяч рублей. Но мы можем в данной ситуации говорить о том ущербе морального характера, который был причинен жителям. Были отключены и медицинские учреждения, учреждения дошкольного образования, школы и так далее. Электрическим вредителем оказался 40-летний местный житель. Выяснилось, таким образом он решил отомстить коммунальщикам. За неуплату его жилье отключили от электричества. Жажда мести заставила мужчину решить проблему радикальным способом. Он явился к нам на участок с вопросом, кто меня отключил. Кто лазил на опору, кто меня конкретно отключил. Я говорю, я. Но это счастье вашей ребятам, молодежи, говорит молодым ребятам, монтерам, что вот на опору отец, старик лазил. Он развернулся и ушел. И минут через 15 у нас на участке погас свет. Мы выходим на улицу, а он уже здесь, на территории по станции, бесчинствует. Но за такой поступок придется расплачиваться. Зла умышленника на месте преступления задержали полицейские. Его дальнейшую судьбу решит суд. В настоящее время по факту приведения в негодность объектов жизнеобеспечения возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. За темное дело мстительному мужчине грозит срок до трех лет лишения свободы. Общественный совет при Главном управлении МВД России по краю провел очередное заседание в расширенном составе. По видеосвязи провели диалог с представителями районных советов. На нем обсудили вопросы, связанные с проведением постоянного мониторинга общественного мнения о деятельности сферопольской полиции, а также информирование граждан о работе включенных в структуру МВД подразделений миграции и по контролю за оборотом наркотиков. Следует отметить, что у нас есть полное взаимопонимание с органами полиции о совместных действиях, совместном проведении различного рода мероприятий для того, чтобы устранить, во-первых, совместными усилиями негативные явления в области миграции населения, в области предупреждения правонарушений и контроля за использованием негативным населением наркотических средств, ну и многие другие мероприятия, которые требуют участия общественности. Приближается Международный женский день, а это значит, что совсем скоро в крае впервые пройдет конкурс «Краса Сарапольской полиции». Первый этап конкурса уже позади, и все участницы активно готовятся к финалу. Как проходят репетиции, расскажем в материале. Дефиле в форме, в вечерних платьях, визитные карточки и творческие номера участниц, а также уровень физподготовки. По результатам этих конкурсов и будет впервые выбрана в нашем регионе «Краса Сарапольской полиции». Репетиции проходят по много часов в день, на которых отрабатывается каждый шаг, каждый поворот и взгляд участниц. Приходится, конечно, все это совмещать с работой, но ничего, мы справляемся. Работы отпускают? Конечно, руководство идет навстречу, отпускает с работы, входит в положение, что нужно репетировать и танец, и проходы. Получается, мы справляемся. Но, как признаются многие конкурсантки, с волнением справиться им удается с трудом. Очень сильно волнуемся, переживаем, но надеемся, достигнем результата. Очень тяжело справляться с волнением, но вроде получается. Родные и близкие очень сильно поддерживают. За что им спасибо? За что им большое спасибо. Некоторые участницы приоткрывают завесу тайны и охотно рассказывают о том, какие номера они подготовили для творческого конкурса. Я очень творческий человек, со школьных времен занимаюсь вокалом. И это будет основной программой в моем творческом номере. Я буду петь песню, которую сочинила сама и написала благодаря рождению моей второй доченьки, которая вдохновила меня на это. Сам же конкурс проводит общественный совет при краевом главке и совместно с главным управлением ВД России по краю. Информационную и организационную поддержку проекту обеспечивает телекомпания «Своё ТВ». Сегодня одна из первых крупных, больших репетиций, которые позволят нам уже в полной мере ощутить всё то, что будет ожидать и милых дам, участниц конкурса, и приглашённых гостей, которые будут в зале. Так вот, мы сегодня ощутим то, что их будет ожидать 7-го числа, в этот замечательный день, в преддверии 8-го марта, когда будет проводиться конкурс «Краса Ставропольской полиции». Телевизионную версию конкурса можно будет увидеть на нашем канале в Международный женский день 8-го марта. Мы часто сталкиваемся с опасными ситуациями. В соседнем дворе угнали машину, на друга или знакомого напали с целью ограбления. Мы слушаем сводки происшествий и каждый день надеемся, что с нами такого не случится. Но что, если вам или вашим близким грозит опасность? Как правильно вести себя? Что делать, чтобы спасти не только своё имущество, но и свою жизнь? Какой стратегии придерживаться, чтобы минимизировать потери или вовсе их избежать? Рубрика «Самооборона» подскажет, как вести себя в сложных ситуациях. Итак, передаю слово президенту Северокавказской федерации боевого самбо и рукопашного боя Игорю Рамхину. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы рассмотрим освобождение от захвата за шею, когда противник неожиданно схватил сбоку. Противник захватил шею сбоку. И, поскольку кислорода у нас остаётся при сильном захвате, не сильно много, а жабры вы ещё не отрастили, поэтому свободными руками, одной свободной рукой наносим удар в пах, второй рукой перехватываем голову и упираемся в основание носа. И ногой подсаживаемся бедром под подколенный сгиб. И делаем вращение в обратную сторону, толкая его под носовую перебору. С последующим добиванием сверху. Занимайтесь боевым самбо и не превышайте пределы необходимой обороны. На сегодня у меня всё. С вами была Жанна Степанян и программа «Тержинского 102». Соблюдайте законы и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова